Наша программа продолжается у микрофона Ирина Кленская, наш гость Александр Васькин, известный писатель, историк, автор книг в серии «Повседневная жизнь человечества» и «Жизнь замечательных людей». Интереснейшие исторические исследования принадлежат бюро Александра Васькина. Сегодня мы гуляем вместе с Александром Васькиным и читаем его новую книгу, которая называется «Повседневная жизнь советских писателей» от оттепели до перестройки. Красная пахра заинтересовала нас. Итак, мы остановились на домике Юрия Нагибина. Домики, да. Но это не домик наф-наф, а это такой домина. Типа дворца. Я вас сейчас процитирую Юрия Марковича, и сразу всё станет ясно. Откроем его дневник 2 октября 1968 года. Сегодня снегопад сочетался с листопадом. Казалось, что падают снежинки, белые, жёлтые, красные. Снега было больше, чем листьев, и потому он подчинил их себе. Хорошо было в лесу. Мощный шум, осиновый, вишнёвый лес, цветы листья под ногой, распахнувшиеся во все стороны коридора. И дальше вот он описывает, как он гуляет по лесу. А вы представляете, какая работа ума? Ну вот кому из нас сейчас хватит сил ещё и описать? Да ещё вот таким образом, правда? Ну погулял по лесу. Пришёл. А тут вот писатель, да, настоящий. И вот он описывает свою прогулку по лесу. Я шёл, подводя итоги своей жизни, и неожиданно остался доволен ею. В наше чудовищное время я жил почти как хотел. Это, конечно, чудо. И грех мне сетовать на малые неудачи. И вот очень важно, сейчас я обращаю на то, что сейчас я прочитаю. Надо окончательно изгнать беса мелкой суеты из души и доживать свой, теперь уже недолгий век, величаво, как Екатериненский вельможа. Представляете, наши скромные пахринские небеса ничуть не хуже пленительного неба Сицилии. Есть ещё тяга к сочинительству, живы родители. Есть два-три милых лица, и даже подумать есть о ком. Чем не жизнь? Вот вам исповедь. Нагибина. А Сицилия, это цитата из Некрасова. Николая Некрасова о размышлении у парадного подъезда. Просто может подумать, что у них там дача была или дом в Сицилии. Сейчас же у некоторых деятелей культуры там что-то есть, там в Испании чего-то. Тогда не было. Не было принято, да. Не было принято, да. Вот когда, интересно, появилось? В 90-е? Ну, в 2000-е. В 2000-е годы, когда, да, стало вот уже как-то им хорошо совсем. Ну, к тому времени поколение, о котором мы говорим, ушло. Ушло его больше не было. Почти ушло из жизни. Вот вам жизнь нагибина. То есть, ну, конечно, со стороны вот так вот послушаешь. Ну, и тогда жить можно было. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Если ты можешь работать как вол, а он работал каждый день. Он печатал Юрий Маркович со скоростью профессиональной машинистки. Есть замечательный у него рассказ. Машинистка живет на шестом этаже. Когда он приносит рукопись, там инвалид какой-то. Не на шестом, там, ну, я не помню, на каком этаже, да. А потом он приходит, а уже машинистка, а его уже нет. То есть, мужчина набирает ему, вот он набирает, набирает. Сам Юрий Маркович на машинке. Сейчас компьютера-то не было. Нет, конечно. Он прекрасно овладел этим инструментом своим. И печатал просто. Печатал. И, конечно, обидно было слушать, когда называли халтурщиком его. И это было неоднократно. Белла Ахмадулина, как-то вот говорила ЦДЛ. Они собрались. Ахмадулина, Евтушенко и Нагибин. Ну, они ее мужья, как известно, были. По-разному. Под разным номером. Вот так вот, скажем. Да, сначала был, по-моему, Нагибин. Нагибин, да. Потом когда-то был Евтушенко. И она говорит, я пью за Юру. Напрасно называет его халтурщиком. Ну, вот, понимаете, вот это уже в ходу появилось. И сам Юрий Маркович пишет в дневнике. Халтура заменила для меня водку. То есть он уже не мог без халтуры. Чтобы написать что-то там. Ну, рецензии, я так понимаю, внутренние. Нужны же деньги, чтобы так жить, как вельможа Екатериненская. Да, в роскошном доме. Ни в чем себе не отказывая. Он не может, как Александр Трифонович Твардовский, с тачкой по грядкам ходить. Это, я представить себе не могу, да. Он сиборит. Любитель жизни во всех ее проявлениях. Ресторан Национальной Метрополии. Вот я могу представить Юрия Марковича. Он написан. Да, Метрополия, там этот бассейн с рыбками золотыми. Которые якобы там ее вылавливают. Я не знаю, там готовят. Когда-то видно было это. У него можно прочитать. Широко жил. Вот он пишет, смотрите, как. Вот это просто эпиграфом можно взять. Жил я размашисто, сволочь такая. Это Нагибин о себе пишет. Вот размашисто. Два шофера. Почему два, допустим? Ну, как. Потому что один сегодня, другой завтра. Они же не железные. Конечно. А хочется и в Метрополь поехать. Ну, и прогуляться. Да, и куда-то. И девушку красивую. Ну, не на электричке же ехать. Саша, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Поэтому нужны деньги. А госприимнее? А прислуга должна быть. Садовник. Садовник. Ну, так. Потому что одно дело, вы сами стрижетесь, розы подстригаете, да? Да не так куда-нибудь стрижать. Или уколешь там чего-то. Уколешься, не дай бог. А в это время пусть он стрижет, а я что-нибудь напишу. Правильно? Размышление. Или размышляю. Поэтому, к сожалению, да, проблема вот такая была. И он... Ну, видите, страдания тоже были. Ну, страдания. Дело в том, что он был человек-то, конечно, не советский. Он не мог занимать должность. Это ему претило. Он бы мог быть секретарем своего записателя или с кабинетом. Рабочий секретарь это называлось. Получать зарплату. Была бы Волга черная, так? Но в этом случае ты должен пойти на компромисс на какой-то. Ты обязан поддержать, если нужно, в очередной раз компанию. Подписать, если надо. Там против Солженицына, да, в 73-м году. Подпиши письмо. Подпиши письмо, а мы тебе герои дадим. Мы будем стать героем тоже. Почему нет? Ну, к нему даже не обращались, я думаю. Потому что понятно, что он ответит. Ответит. Было... Но Нагибин, конечно, крупный писатель. Я вот сейчас, вы знаете, перечитываю его рассказы. Очень интересно. Такого бунинского, наверное, плана. Есть смысл перечитать, да? Да, вот рассказы особенные. Очень интересно. Ведь сняты фильмы. Вот это такой замечательный фильм. Портрет жены художника. Художника. Шакуров играет главной роли художника. Это его сценарий. Прекрасный актер. Это его рассказы. Рассказы. Бериндеев лез. Поговорить не с кем, Нина. Вы, наверное, сами виноваты? Конечно. Я никого и не виню. Просто печально. Вот если бы ты была моей женой, я бы от тебя ушел. Почему? Потому что он не смог бы тебе лгать. А не лгать я, наверное, уже просто не могу. В чем лгать? Да во всем. Умному лгать, что он дурак. Дураку лгать, что он талант. Хаму лгать, что он милый человек. Потеть в шкафах. В этих финских банях. Давиться водкой. Общаться о Бермудском треугольнике. Бог знает, что говорить. Об артистах. О книжках. Бессмысленно. А потом презирать себя за это. Ненавидеть. А зачем? А затем, Нина, чтобы достать зимнюю резину для машины. Или билеты в театр. Или этот катер. Или вообще кому-то надо понравиться. Для дела. Потом, если не ошибаюсь, замечательный фильм есть. Поздние встречи. Да, замечательные. Где играет Баталов. И вот Лариса Лупян, по-моему. Да. В Петербурге. Да. Если мы не ошибаемся. Боярская. Мы их знаем как жену Боярскую. Прекрасная актриса, мне кажется. Поздние встречи. Там, помните, требуются седые волосы. Я вам вызов устрою. Телеграмму пришлю. Срочно требуются седые волосы. Дурак ты, Гущин. А что я ей мог дать, Басалаев? Она почти девушка-артистка. Действительно, свои седые волосы. Невелик дар. Все это, Гущин, Славеса. Славеса. Нет. Нет, не Славеса, Басалаев. Этот один день, один вот только день тут с Наташей перевернул всю мою жизнь. Я поверил в себя. И все пошло по-другому. Хочешь, позвони. Адресок дам. Нет, поздно. И не надо ее тревожить. Я так понимаю, солдату храбрым быть проще. Откуда ты знаешь, Басалаев, что проще? Сереж. Я тебе говорила, какая моя самая любимая сказка Андерсена с детства и до сих пор. Стойкий. Оловенный солдатик. Потом еще было такое, по-моему, время отдыха с субботы до понедельника, где они, Стрижельчик, Демидова, тоже надо посмотреть. Мне кажется, тоже нагибинская тема. И там встречают они Баталова без ног. Вот он такой был, понимаете. Я думаю, что было для души творчество. И было для денег. А было для денег. И он очень понимал это разграничение. Да, а не работать уже нельзя. А не работать нельзя. И, конечно, как это все содержать. И дом этот прекрасный. И уже есть привычка к хорошей жизни. И привычка, да, конечно. Но есть равнодушие к суетности во всех смыслах. Ну, вот он написал, да, «Суета». Безусловно, там многое мешало. Многое мешало вот такому порядку вещей заведенному. Наверное, какие-то вредные привычки. Без них, так сказать, никуда. Мне хочется процитировать Викторию Токареву, которая в Красной Пахре живет, я думаю, до сих пор. До сих пор, наверное. Прекрасный тоже наш писатель. Я думаю, один из последних классиков «Красной Пахры», поскольку там не осталось уже никого. Вот что она описывает. Застолье у Нагибина. «Пиршество. Мы сидим на его даче за столом. Какой-то праздник. За столом все жены Юрия Марковича. Их штук пять. Здесь же последняя жена, Беллочка». Но это, я думаю, не Беллочка, это другая. А другая Беллочка. «Она создала красивые бутерброды. Сверху каждого зеленый кружок свежего огурца. Вокруг стола бродит породистая собака. Ей дают бутерброд. Но чаще она берет его сама, прямо с тарелки, не дожидаясь подачи». Ну вот вам картина такая, достойная Веласкеса, наверное. Ну, в этом случае Снайдерса, может быть. Да, вот даже больше, да. И его куча вот этого мяса, который Эрмитаж весь завален мясом. Снайдерсом. И птицей. Фрукты, овощи и прочая, значит, гастрономия. Последняя жена Нагибина, Алла Григорьевна, интересная очень, написала о нем. И она говорит, что вот сам факт, что Нагибин имел собственного садовника, это несовместимость с образом жизни человека советского обстоятельства. Просто невозможно. И вот эта картина, я думаю, нисколько не преувеличивает Виктория Токаря. Вот такая обстановка. Собака, да еще берет сама бутерброд. Как может собака? Там, понимаешь, люди в колбасных электричках давятся, чтобы колбасу привезти, а тут собаку кормят. Это нам непонятно, как широкому советскому человеку. Саша, к сожалению, должна закончиться наша прогулка сегодня. Но я думаю, что мы продолжим, потому что Красная Пахра — это такой мир, который требует к себе большого внимания. Галерея образов. И удивления. Спасибо, что слушали нас. Александр Васькин — известный писатель, историк, автор книг в серии «Жизнь замечательных людей», в серии «Повседневная жизнь человечества». Новая книга Александра Васькина «Повседневная жизнь писателей» от «От теперь до перестройки» помогает нам, потому что очень многое осталось за книгой, а мы имеем возможность эту книжку, Саша, немножко расширить. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что гуляли вместе с нами. Всем удачи, всем счастливых, удачливых и радостных дней, единогринская была на микрофон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова